Правозащитная организация «Комитет гражданское содействие» объявила сбор средств для пострадавшей матери-одиночки из Таджикистана, которую в марте 2019 года избила сотрудница супермаркета «Магнит» в подмосковном Щелкове. Продавец била трудовую мигрантку ногами по животу и несколько раз ударила по лицу и голове сканером штрих-кода, выкрикивая ксенофобские оскорбления. Работнице «Магнита» не понравилось, что покупательница пожаловалась на проданный ее 8-летнему сыну просроченный йогурт, об этом сообщается на сайте комитета. Как выяснили журналисты, агрессия со стороны продавщицы была вызвана желанием отомстить. Летом 2018 года сын и женщина-мигранта купил в маркете «Магнит-4 йогурта». Купленный йогурт оказался просроченным, от которого младший сын мигрантки отравился. Таджичка в тот же день пришла в магазин и пожаловалась руководству. С момента инцидента прошло более полугода, но весной 2019 года, возвращаясь с работы, женщина из Таджикистана зашла за покупками в тот самый магазин. Продавщица, виновная в продаже просроченного йогурта, набросилась на иностранку со словами «Почему эти таджики ходят в наши магазины? Они все воры!» Продавщица несколько раз ударила ее сканером штрих-кода по лицу и голове, а когда женщина упала, начала бить ногами по животу. Причем никто из покупателей не пришел ей на помощь. Правозащитники отмечают, что насилие в отношении трудовых мигрантов из Центральной Азии набирает в России обороты и объясняется не только ксенофобской пропагандой со стороны российских средств массовой информации, но и безразличием российских правоохранительных органов к подобного рода преступлениям, что в свою очередь является следствием полного безразличия со стороны режимов в странах Центральной Азии, которые никак не реагируют на преступления в отношении граждан. Продолжение следует...